Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов. И коротко о главном. Вода идет, но не доходит. Жители из Бирбаша жалуются на перебой с подачей живительной влаги. О насущной проблеме города у моря в подробностях сегодня. Врачи восстанавливают здоровье в Дагестане. Продолжается бесплатная реабилитация медиков, работавших с больными ковид-19. Искусственный международный язык общения эсперанто скоро отмечает памятную дату. Для чего он создан и чем отличается от остальных, смотрите через несколько минут. В Дербенте на Курбан-Байрам нуждающимся раздадут мясо от Сулеймана Керимова. Глава города Хизри Абакаров поручил подготовить и предоставить списки малоимущих с их адресами и номерами телефонов. Градоначальник напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором, придерживаться социальной дистанции, при себе иметь средства индивидуальной защиты. Забой жертвенных животных в Дербенте будет организован после праздничного намаза в специально отведенных местах. Напомним, Курбан-Байрам ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зульхиджа. В этом году эта дата выпадает на 31 июля. Жители из Бирбаша уже не в первый раз жалуются на перебои с водой. По их словам, проблема усугубляется в летний период. Чтобы высказать свое недовольство, они собрались возле здания города Канала. Почему нет воды и что делается для того, чтобы она появилась, выяснял наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Вообще воды нету. Я плачу, каждый месяц плачу. За что плачу? За что? У меня мужа нету. Я одна здесь не живу. Что делать, скажите? Покупаю баклажками воду. Каждый год, вот сезон, вот это сезон, летнее время вода не бывает у людей. Не первый раз это. Многоэтажные дома вообще страшное положение. Неужели руководство республики об этом не знает? Если не знает, приезжайте, посмотрите. Если знаете, решайте вопрос в конце концов. Ну сколько можно этот народ будоражить, мучить и так далее. Застарелая проблема создает большой дискомфорт. Из-за отсутствия воды жители отдельных районов уже доведены до отчаяния. Мы думали, что в трубе как бы, да, недостает вот эта вот наша труба до центральной. Вызвали сварщика, заплатили деньги, приварили, сделали как надо. Глубже опустили эту трубу. Все равно воды как не было, так и нет. Вода в этом доме на улице Валентина и Мирова не идет с мая месяца, жалуются хозяева. Они покупают ее в магазине или набирают в горводоканале. Население этого города, по официальным данным статистики, около 60 тысяч человек. Вода в кране, по словам местных жителей, практически не появляется у большого количества людей. А два водовоза, бесплатно предоставляемых горводоканалом, не всегда успевают развозить питьевую воду по улицам, на что жалуются горожане. Поехать на родник, воды набрать. Нету, почти месяца воды нет. В горводоканале нам сообщили, что проблема с водоснабжением в городе существует не первый год. Она застарела и требует системных решений и существенных вложений. Вода в Избербаш по водоводу поступает из Каспийска. Расстояние 45 километров. И на пути у воды возникает немало препятствий. Пока эта вода до нас дойдет, из Каспийска до Избербаша, 4 населенных пункта другого района присоединенные есть к этой воде, трубе. Оттуда тоже очень большое уходит количество воды на эти районы, населенные пункты. Помимо этих есть базы отдыха, есть теплицы, парники, которые врезались туда незаконно. Мы-то проводим по ним работу. Выезжаем фактически через 2 дня, через 3 дня каждый. И выезжаем, и отрезаем их. Но все равно, как мы оттуда уезжаем, они могут тот же вечер подключиться опять. Еще одна трудорешаемая проблема и, пожалуй, основная, по словам руководителя горводоканала, ветхость междугороднего трубопровода и самих внутригородских коммуникаций и резервуаров. Они были установлены еще в 80-е годы. Население города и близлежащих населенных пунктов существенно увеличилось. И теперь изношенные трубы зачастую попросту не выдерживают возросшего давления и лопаются. Постоянные аварии не позволяют в полном объеме подавать воду в город. Четыре дня назад собирались люди здесь, горожане из Бибаша. С ними у нас была договоренность, что мы как бы начнем, составим график, закроем основные улицы, куда вода идет, составили график, и будем подачу воды осуществлять те районы, в которые не доходят эта вода. Вот пока мы придерживаемся вот таких. Чтобы решить проблему перебоев с подачей воды, необходимо полностью заменить водовод и обновить резервуары, пояснили в администрации города. А это сотни миллионов рублей. Для этого еще в 2008 году был разработан специальный проект – реконструкция коммуникации. Но 12 лет с каждым годом проблема только усугублялась. И только в этом году власти республики послам замглавы Сбербаша обратили на это серьезное внимание. Предусмотрели начало строительства этого водовода уже в этом году. В этом году примерно после завершения проектных работ, то есть уже проектный смен документации существует, ее корректировка идет. После завершения корректировки в этом году планируется приступить к началу строительства водовода. А пока, чтобы улучшить ситуацию с водоснабжением, мэрия направила в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана на согласование график подачи воды из Каспийска в Избербаш и населенные пункты Карабдахкенского района. Потому что одним водоводом пользуются два муниципалитета. И вот график подачи воды, который мы им предлагаем для Избербаша круглосуточную, соответственными от Избербаша я и все Манаскент, эти все контактные номера этих представителей водоконтурных, глава. До нормализации водоснабжения сотрудники Горводоканала, по их словам, по мере необходимости продолжат и дальше бесплатно осуществлять подвоз воды и регулировать ее подачу на разных участках в городе, исходя из необходимости. Три северокавказские республики получат 1,8 миллиардов рублей для оперативного завершения жилищных программ в текущем году. Распоряжение об этом подписал премьер Российской Федерации Михаил Мишустин. Этот документ предусматривает выделение 20 субъектам России субсидий на сумму, превышающую 6 миллиардов рублей. За эти деньги будут проведены теплосети, водопровод, канализация, построены дороги, детсады и школы. Речь идет о вводе в эксплуатацию социально значимых объектов площадью 600 тысяч квадратных метров. Крупнейший транш как среди регионов СКФО, так и в целом в рамках данного пакета правительственной поддержки получит Чечня, немногим более 1 миллиарда рублей. В Карачаево-Черкесии выделены порядка 572 миллионов рублей. Кабардино-Балкарии – 219,3 миллионов рублей. 18,5 миллиардов рублей выделит правительство России на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Выплаты на каждого ребенка составят около 5,5 тысяч рублей в зависимости от региона. Деньги полагаются семьям, в которых среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума. Всего в текущем году такую господдержку получат семьи, в которых воспитываются почти 3 миллиона детей. В Дагестане продолжается бесплатная реабилитация врачей, работавших не жалея сил на пике эпидемии коронавируса. Напомним, что такой подарок медикам сделал научно-оздоровительный комплекс «Журавли». Таким образом, инициаторы акции хотели отблагодарить героев в белых халатах за их труд в борьбе с пандемией. Накануне отдых завершился у второй группы медиков. С некоторыми из них пообщались и наши корреспонденты. Тему продолжит Курбан Ракимов. Еще месяц назад медики отдавали все силы на поле сражения с вирусом. В период эпидемии они по всему миру и в нашей стране не жалели себя ради спасения пациентов. Теперь пришло время заслуженного отдыха. Об этом позаботились в научно-оздоровительном комплексе «Журавли». Саидат Тайгибова, врач скорой помощи, вспоминает, что в пик пандемии приходилось работать без перерывов и выходных. Здесь, конечно, очень хорошо. Тепло нас встретили. Очень хорошо здесь, как оздоровительный комплекс. И я сюда пришла, еле ходила. Уже в течение недели я уже стала более живая, более активная. Питание здесь прекрасное. И в течение недели я почувствовала себя окрыленной. С июля по сентябрь реабилитацию пройдут более 600 медиков. Большинство из них приехали из центральных регионов России. Римма Кадильникова работала в ставшей известной на всю страну больнице в Коммунарке. Перед отъездом из Дагестана женщина чувствует себя полной сил и энергии. Сбалансированный режим питания, режим релаксации, море, гидромассаж, вообще все вот такие оздоровительные процедуры, все на высшем уровне. Вернетесь к нам еще? С удовольствием. Будем рады. В следующем году. И вообще здесь сама по себе очень теплая обстановка. Просто даже уезжать не хочется. Отдых на берегу Каспия поможет врачам восстановиться как физически, так и морально. После почти четырех месяцев тяжелой борьбы с пандемией многие медики испытали сильное эмоциональное напряжение. Здесь с ними поработали психологи. Это, конечно же, борьба с посттравматическим состоянием, это работа с травмой. Люди пребывали длительное время в психотравмирующей ситуации и мы провели ряд очень интересных коррекционных мероприятий и индивидуальное консультирование по снятию вот этого эмоционального напряжения. Оздоровительный комплекс будет в распоряжении врачей до сентября. Заселяют медиков группами по 60 человек. Отдых длится 10 дней. Курбан Рагимов, Магмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Богатый, легкий и гибкий. Язык эсперанто. Самый распространенный искусственный международный язык общения, созданный варшавским окулистом Лазарем Замингофом около полувека назад. Эсперанто – язык нейтральный, он не принадлежит ни одной нации, ни одному государству и содействует равноправию языков. 26 июля его поклонники отмечают свой собственный праздник. В канун дня мы связались с делегатом Всемирной эсперанто Ассоциации Абдурахманом Янусовым и решили рассказать вам об этом уникальном языке, расширяющем границы общения и создающем новую реальность. Подробнее по теме от Ханапова. Дружба, взаимоуважение и любовь – это основные идеи эсперанто. История языка во многом драматична. Он появился под лозунгами всемирного братства, а вскоре пережил две мировые войны. Создатель языка Людвиг Замингоф мечтал дать человечеству общий, всем понятный нейтральный язык. Ведь люди разных национальностей нередко относились друг к другу враждебно. Эту идею он посвятил всю жизнь. Почему эсперанто? Потому что эсперанто не принадлежит ни одному государству, ни одной нации. А если официально избрать какой-то естественный язык, языком международным, это будет означать преимущество каких-то стран во влиянии, в идеологии, да в чем угодно, на финансах. Если мы возьмем несколько требований, которые предъявляются к языку, который претендует стать международным, то это прежде всего нейтральность. Второе, он должен быть легкий. В этом смысле эсперанто не знает себе равных. Абдурахман Юнусов – делегат Всемирной эсперанто-ассоциации. Он знает о языке все или почти все. Автор множества книг, переводчик и учитель. Говорит, что эсперанто вовсе не разрушитель национальной идентичности. Он создан в качестве второго языка, чтобы дополнять, а не вытеснять естественные языки. На самом деле эсперанто заищает языки малых народов, малочисленных народов, точнее. От экспансии имперских языков. Потому что идея эсперантистов не то, что, как некоторые ошибочно полагают, эсперанто должен вытеснить другие языки. Ни в коем случае. А родной язык плюс эсперанто. Что, да, мы используем собственные родные языки, спасаем их от вымирания. Да, но в общении с прочим миром мы используем легкий, доступный, благослучный, нейтральный язык эсперанто. Сколько людей в мире говорят на эсперанто? Данные расходятся от несколько сотен тысяч до несколько миллионов. Но ясно одно – изучают его представители самых разных национальностей и религий. На эсперанто даже переведены все основные священные книги, включая Коран. У меня в руках Ляонобла Корану, благородный Коран. Он издан на двух языках, параллельно идут арабские тексты и на эсперанто. Это сделали итальянцы. Профессор, автор перевода, подошел очень серьезно. Ему помогал целый институт и, естественно, и религиозные деятели контролировали. Эсперанто введен в качестве учебного предмета в школах и университетах многих стран. На него переведены произведения мировых и отечественных классиков, в том числе Расула Гамзатова. Эсперанто – это еще и культура. Флага, литература, театр и музыка. Ему, он же Жан-Марк Леклерк, занесен в книгу рекордов Гиннесса, как человек, который исполняет песни на наибольшем количестве языков мира. Но больше всего он поет на эсперанто. И даже когда я пригласил его в Дагестан, он говорит, ну послушай, я же должен выучить тогда хотя бы одну аварскую, одну кумыкскую и так далее песни. Освоить эсперанто можно всего за три месяца. Простота в правилах без исключения. Ударения всегда на предпоследний слог. Буквы читаются, как пишутся. Кстати, если вы собираетесь изучать европейские языки, то это может стать отличным подспорьем. После легкого эсперанто гораздо проще учить и понимать другие. Боец ММА Аляскаб Хизриев выступит на турнире Лиги Дана Вайт Контендер. Это промоутерская организация, созданная по инициативе президента UFC. 8 сентября Хизриев проведет бой в Лас-Вегасе. В случае победы перспективный боец сможет рассчитывать на попадание в сильнейшую Лигу мира. Сейчас Махачкалинец проходит подготовку в США. Напомним, что ранее Аляскаб Хизриев выступал в организации Fight Nights Global полусредневесовой категории. На его счету в ММА 12 побед и ни одного поражения. И к этому часу у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Приятного просмотра. Продолжение следует...